Здравствуйте, дорогие подписчики! Приветствую вас на нашем православном канале И сегодня, на этот замечательный, а сильный и толстый день Мы с вами немножко прокатимся на МСД-4 Открыт он уже больше месяца Скоро звонится за Хлотково Мы с вами посмотрим, что же это чудо из себя представляет Немножко подкраска информации 86 километров 36 станций, 38 пересадок Захватывает АС-4 направления Московской железной дороги Вокруг этого диаметра было довольно много всяких разных скандалов Народ был недоволен, поэтому сегодня мы с вами посмотрим Так, мои друзья, этот коротко к нам рассказывают о нем в телевизоре И ведь все-таки есть проблемы, не переключайтесь Надо сказать, что здесь на большинстве МСД-4 При входе есть большой плюс Здесь нет никаких металлоискателей, рамок и пустителей Закона вот с этими приборами Все довольно удобно, красиво, современно Отдел уже, как так сказать, красиво там, что много сверху То есть в целом помещение больше даже в принципе Давайте пойдем к кассе Мы посмотрим, собственно говоря, на цены, которые нам предлагают сегодня Так, ну вот, дорогие друзья Цен, разный билет Здесь можно оплатить карту тройка, обойдется вам А с 54 рубля Блин, два уже раза в год повышаются тарифы Что это за это дело, я не понимаю Так же можно оплатить банковской картой И тогда вам придется заплатить еще 7 рублей 61 рубль Принимается оплата по социальным картам, если у вас вручен тариф МЗД Если интересно, разовый билет от самой Целубака, например, станции Москва-Белорусская Вам обойдется 52 рубля Принимается Современность Современность Ну что ж, дорогие друзья Теперь пойдемте на платформу И пару слов я скажу о расписании Потому что это очень важно Итак, важная часть насчет расписания Разберем на конкретные ситуации К примеру, вы живете в прекрасном районе Марино-Роща А работаете вы, ну, например, в Москве-Сити На секунду представьте себя богатым и успешным человеком Выходя утром, садясь в метро на работу Вы думаете, как вам поехать? У вас есть теперь два варианта Либо сесть на МСД-4 и проехать напрямую по станции Белого центра Либо по старинке уже ехать через БКЛ с несколькими пересадками Что же вам делать? Яндекс.Метро рисует вам 25 минут Если вы будете ездить по старинке То есть с двумя пересадками через БКЛ Через пельсовую линию, смотря как вы любите ездить МСД-4 же вам рисует 24 минуты Разница небольшая, но На деле все получается немножко так Если залезть в расписание типа БК или РЖД То там оно будет выдавать вам Время в пути 22 минуты А по факту на деле будет не 25, не 22 Сейчас объясню почему Дело в том, что здесь все довольно сложно с расписанием Поезда здесь немножко опаздывают И у вас есть риск за строительной платформой по 10-15 минут Это было еще в сентябре Было одно на пице жалоб, что расписание не соблюдается Поймите одну вещь Яндекс.Метро, когда вам рисует Вот вам расписание Оно ориентируется на расписание именно метров А они уже годами обучены Они это расписание соблюдают Плюс он высчитывает скорость Это в среднем где-то 60 км в час На МСД-4 все немножко не так Расписание здесь все еще соблюдается не идеально И скорости здесь могут быть от 30 до 40 км в час В именно городской черте В дальней зоне пригорода уже конечно же Поезда разгоняются гораздо дольше Так что нелетики ситуации Когда перед выходом И проходкой к станции Пассажиры смотрят расписание Собственно говоря поездов Чтобы вовремя идти на станцию И это уже рушит первую концепцию О том, что МСД это наземное метро У нас это наземное метро, мы как в Париже И это, собственно говоря, первый крайний предоткновение Потому что, как вы заходите в метро Вы не смотрят на расписание Когда приедет поезд Вы зашли Интервалы там где-то 1-2 минуты Вы постоянно там полторы Пришел поезд Вы спокойно увесли Здесь, если вы не делаете, то не так У вас есть риск застрять здесь на 10-20 минут Что еще я вам хочу сказать? Пока Ваши прощения с местами Какая-то, как вы понимаете И миллионные блогеры Даже не ДИВ 96 Поэтому, ну, снимая на то, что есть Как бы хочется вам показать, что это Довольно Поставление Что здесь в Москве у нас хай Я думаю, когда услышали Про цены Там 61 рубль По ваговской карте Там жители регионов Челюсть просто отвалилась Что еще хочется сказать? Мне в комментариях Довольно часто писали В начале сентября Когда будет МС-Т4 Когда снимешь Там, опять, смотрел Ребят Когда это все открылось Здесь был стол Долг Вы понимаете? Школьник Они здесь бегали, кричали, орали Я не думаю, что вам будет приятно смотреть На рейс-сапалаган На то, как там орут все эти Так называемые транспортные фанаты Поэтому снимаем сейчас Но, как говорится Лучше поздно, чем никогда Поэтому Расслаждайтесь просмотром А мы сейчас с вами немножко Прокатимся ЭТ-4М 0-335 Давайте зайдем Запах горьковского направления Вот Как он есть Ну что ж Дорогие друзья Вот так, в принципе Выглядит Большинство Ну ладно, может не большинство Но точно половина Половина электричек Этого диаметра Да, информация здесь Работает именно так Прелестно, не правда ли? Итак, мы начинаем нашу прогулку Дорогие обращать внимание Представляете, будет немножко трястись Гораторы будут немножко подряхивать Гораторы будут неровные Потому что это МЦД-4 Задумайтесь, что вы хотите видеть в поете, за который только что-то платили 50-чик вверх Ну, вы не хотите видеть там суперкомфорт Вы хотя бы хотите видеть более-менее обрядные сидушки Такие обрядные двери Чистые окна В кондиционер А где там Смечку стеной Ну и в принципе Больше ничего не надо И здесь, я вам скажу Этого не будет Потому что здесь Этого нету Даже Расписание Наклеить Ровно не удалось Но оно обязательно Отклеивается Окна здесь Ревыгрязные Вот эти двери Они тоже постоянно Не раздвигаются Собственно говоря Почему Да потому что В МЧИ-4 Драгородный Такое понятие А Комфорт Видимо Люди не знают По этому постарению Этого Вот такое Не все, что здесь есть А МЦД Это в принципе Елья Это, так сказать Держание с расписанием И наклеечка Превоугольная Ставим Все Больше здесь ничего нет Больше Дальше Одно Бойковское направление Ну Собственно говоря Что я говорил О расписании Скорости На МЦД-4 Зачастую По крайней мере Вот такие То есть Ну Говорить о том Что это метро Ну по-моему Пока Родовато Не ослаждайтесь Накобой Классно Правда Мне нравится Время 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 Еще Немножко Про цены На проезд Как бы Этот диаметр Делится Местный зон Центральная Пригород Прижний Пригород Дальний Собственно говоря В центральной зоне Как вы говорили 54 рубля По карте только Но Если вы хотите ехать В апрелю То вы уже заплатите Не 54 рубля Вы заплатите 71 рубль И это уже второй камень Время Время Который Показывает Что МЦД Это ни хрена не метро Потому что Ну если это линия метро То на метро Тариф 1 Проезд должен стоить одинаково А здесь Как вы видите Идет набавка В 16 Или В 16 Да В 17 Для математики И Еще Важное уточнение Я хочу уточнить Что у нас составы Не по 30 лет Это составы 10-го года Но максимум 13-го Жолгора Был полностью обновлен В 10-м году То есть это состав Которому не больше 13 лет Он выглядит Вот так Как вы видите Я помню На Киевском направлении Ездили Рижские Им было по 30 лет И я вам скажу Они были чище То есть что Это ЧАИ-4 Творит с электропоездами Что-то непостижимое Просто я Что хочу сказать То что Обновления Которые планируются В ближайшее время В ближайшее год Я думаю Они уже обновят Эта ситуация Не спасет Потому что Вет через связь Все новые электрички Которые посудят За ЧАИ-4 Железнодорожью Они будут Ну В таком же состоянии И так Я нашел Единственный Огромный Плюс Эта платформа Сверхнул А именно Ее Старая часть И вот этот Замечательный Показатель Как он Замечательный Замечательный Пейзаж Ну Красивый Я прям чувствую Как прогресс Приходит сюда И забирает Злачные места Вот тут Смотрите Руказатель По-моему Он просто Шикарный Ну естественно Вдали виднеется Новенькая ЖК Которая построена Наверное Вместо Какого-то предприятия Ну в принципе А чё нет Как-то Это Шипарный Вместо Здесь Ладно Шипарный Ладно Что это Видите Диаметр 4 МЦД4 Это высокотехнологичный Диаметр Как известно На Высокотехнологичный Диаметр Которая В сравнении С Парижем На них Должны Отсутствовать Навесы Немножко Давайте Пойдёмте Покажем Вот И У меня касается Ах Дождя Вот Блядь Тут Пошёл Тюрест И Делегатный Починял Вот Это Замечательный И Неслаждаться этой жизнью Потому что МЦД4 Это высокотехнологичный МЦД4 То, что доступно только в Москве Неслаждается Неслаждаться Надо сказать, что На МЦД4 Ездят По Настоящему Подухудвалённые Люди Которые Заботятся Малоимущих Людей Поэтому Когда Вы Садитесь В электричку И Будет Любезно Стоять Пустая Стеклянная Бутылка Для того, чтобы Вы Взяли И Отнесли Степлотару Поэтому Народная Хитрость Можно Ещё отметить Шикарную Эту Смотрите Выглядит Бабусно Современно Вот так Ну и Отдельно Хочется отметить Качество покраски Я попрошу оператора Чуть-чуть подойти И Показать Качество Этой Покраски Покрашено По-моему Просто Шикарно Не знаю Кто это на самом деле красил Тачи четыре Вы просто издеваетесь Наверное над людьми Я не знаю кто это красил Такое чувство Просто пришёл там Чувак какой-то Он с этой банкой Просто Пах на стену Просто Облил Всё отклеивается Я вам серьёзно говорю У меня сосед По гаражу Гараж Выкрасит более Аккуратно Чем вот это покрашено Здесь кто-то Что-то оторвал Здесь всё исписано Какими-то Слонами Что творится Не знаю Честно Друзья мои Я боюсь заходить Вот в эту страшную дверь Там находится Со спиной кратера Я реально боюсь заходить Потому что то Что я там увижу Но меня это очень сильно пугает Также надо отметить Качество дверей Потому что Как говорят там З-4 это безопасность Поэтому Я вам предлагаю Оценить безопасность Местных дверей Как вы Ряд ли сказать Короче Это я думаю не повлияет Но Кстати Есть преимущества Как правило Столкраны вот эти Они закуплены всякие Проволки Чтобы Ну хулиганы Это не дёргали А здесь Проволки Никакого нет Поэтому если ты хочешь Ты можешь Дёрнуть Столкран Безопасность Ну Рудья я всё-таки не могу Я Должен сюда Зайти Бог помоги мне Ну да Лягушка Оно закрывает Лягушка Ребят Запах такой Реально Что Он в глазах щипит мне Когда он не закрыл Это если коротко говорить о том Кто этим пользуется Я вам напоминаю ребят Сейчас Будний день Рабочее время Это там не утро Не день То есть уже близко Второй половине дня На время То есть ну Эти электрички Ну по сути Они возят Ну просто воздух И так вот Весь состав То есть Возят они Воздух Обычный воздух Понимаете меня Дорогие друзья Я не хочу сказать Что здесь вот только вот метр Вот здесь Ну примерно Где-то пятьдесят На пятьдесят Потому что нам сегодня Такой зло Нам попадается Вот это Здесь Входят новые подлоды Но опять же К сожалению Мы сегодня никому не управляем Просто я что хочу сказать Если Все Вот так вот Не готово То есть видно Что этот проект Он просто ну Сырой Ну то есть просто Он не доделан Смысл его вот Открывать вот именно В сроку Там обязательно Сентя в 23 год В сроку Здесь все Не доделан Смысл это сделать Могли бы там Попилить Покрасить Чтобы это было бы Ну Пригодно Но и в целом Асуальность Продукты Как бы Продукты Если можно Смотреть Ну реально Это возят Здесь В вагонах От силы Три Пять человек То есть Большая часть Это просто Обычная Скорее 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 Что это Какая-то Альтернатива Что много Кто этим пользуется Но По-моему Это штука Не то Это какой-то Брендер Ребят Я напоминаю Сейчас Рабочий день То есть Уже ко второй половине дня Люди должны Собираться Домой То есть Ну Здесь просто Пусто Здесь Двое Человек Может Сидит И Вот Двери Ну Что вы хотели Это 61 рубль МЦД 4 Все хорошо Ну что ж Друзья мои Как итог Если Подытожить Ну Я не знаю Что уходит в этом видео Ну Если честно Это очень плохо Понимаете Я бы еще сделал Скидку Если бы это Стало там Рублей 10-20 Давай напоминаю Что это стоит 54 рубля За карте тройка И позиционируется Как Линия метро Ну То что вы сейчас увидели Скажите это можно назвать Линией метро Или это что-то ну Другое Я думаю что Конечно Спустя время Через годик Подпилят Что-то подделают Там Платформа может были Но все равно Но видели что Эти электрички Возят по сути Возят Эти никто не пользуется То есть Вагон Абсолютно Все пустые Не знаю Это ну Провал То есть Если я раньше думал Что там Не очень такое Провальное Событие То есть Сейчас я понимаю Что по сути Самый провальный диаметр Самый скандальный Не понимаю Зачем это сделано Я представляю Сколько все это стоит Естественно Сколько денег На этом Скажем так Подпилено Ну В общем Такие дела Ну что ж На этом я предлагаю Закончить Что вы думаете Про этот Замечательный Четвертый диаметр Нужен Ну и вообще Про всю эту ситуацию Можете ставить лайк Подписываться на канал Ну и Всем пока До новых встреч Увидимся